Всем привет! Сегодня 6 июня, сегодня четверг. И сегодня для меня и для вас, для всех моих студентов, для всех, кто любит русский язык, для всех, кто учит русский язык, очень важный день. Почему сегодня важный день? Потому что именно сегодня, 6 июня, отмечают день русского языка. Почему день русского языка отмечают 6 июня? Спросите вы меня. 6 июня родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года, ровно 220 лет назад. То есть в этом году отмечают круглую дату, 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вчера я прочитала в газете, что аэропорт Шереметьево теперь будет носить имя Александра Сергеевича Пушкина. То есть теперь это будет аэропорт имени Пушкина. Наверное, вы знаете, что в Москве есть три аэропорта. Самый большой аэропорт это Шереметьево, примерно как хитро в Лондоне. Например, если вы летите рейсом компании аэрофлот, то, скорее всего, вы прилетите в аэропорт Шереметьево. Второй аэропорт более современный, более новый, тоже довольно большой, называется Домодедово. И третий аэропорт, который есть в Москве, это Внуково. Внуково это самый старый аэропорт, и он не очень большой. Оттуда летают чартерные рейсы, самолеты бюджетных авиакомпаний. Если вы поедете в Москву и прилетите в аэропорт Шереметьево, то обязательно посмотрите на новый памятник Пушкину. Я думаю, что вы уже сдали все экзамены, что сессия уже закончилась, и вы планируете свой отдых. Вы уже знаете, куда вы поедете отдыхать? Я очень скучаю по своим студентам. Я бы хотела знать, что вы делаете летом, продолжаете ли вы учить русский язык. Я надеюсь, что у вас будет время на русский язык, что вы сможете слушать русскую музыку, читать русские книги, смотреть видео на Калинка Кэт, писать комментарии, а также писать мне имейлы на русском языке. Я буду очень рада, если вы будете мне писать и рассказывать, что вы делаете. А сейчас я вам прочитаю одно стихотворение Пушкина. Оно довольно короткое и очень известное. Все русские люди знают это стихотворение. Это стихотворение о безответной любви. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Я надеюсь, что вам понравилось это стихотворение и вы будете читать Пушкина. Пока!